всем привет сегодня у нас пятница 20 августа и как вы знаете три дня назад три дня назад 17 числа мне сделали операцию на моей кисти как вы знаете у меня генетическое заболевание конфлактура депиэтрена это генетическое заболевание потомков викинга у кого есть скандинавская кровь викинговская то значит они резко подвержены этому заболеванию которое в принципе не опасно вообще вообще не опасно да но немножко неудобно при этом заболевание например эти сокращаются сухожилия и скрючиваются некоторые пальцы да особенно вот этот безымянный длинный палец вот на этого тела безымянный длинный палец вот на этой пока еще но чуть-чуть есть конечно но пока еще терпим более-менее все нормально ну когда-нибудь лет через пять буду здесь операцию делать в общем три дня назад мы сделал операцию значит у меня такой был инструктаж первые три дня до сегодняшнего дня до конца сегодняшнего дня должен держать руку на уровне плеча выше сердца давно вот так примерно я так и ходил первые два дня вот спать подкладывать подушку под руку так чтобы опять же кисть была выше сердца это для того чтобы не было отеков и кровотечения да ну значит вот прошло три дня практически прошло уже боли у меня даже когда наркоз вошел никакой не было ну было немножко как ну как при порезе да вот порез небольшой и заживает ранка вот небольшая такая боль я купил этим алвидон парацетамол таблетки как мне рекомендовали в случае чего но не стал их использовать то что но боли фактически не было на второй день вообще сейчас мне такое ощущение что можно снимать уже эту фигню и уже ходить нормально потому что идешь по улице в магазин ходили не шарахаются конечно ну смотри я иду такой раненый боец да на меня смотрит вот но снимать мне будут только 3 сентября так так положено до 3 сентября я должен ходить с этим но завтра я уже могу руку опускать хотя сегодня уже ходил и что-то там делал поддерживал рукой то есть как бы уже это я к чему веду вот смотрите еще три дни не прошло и по идее мне должно и болеть здесь да и шевелить должно быть больно и может кровотечение быть но я уже даже рукой начинаю что-то делать да по крайней мере на кухне там что-то делал я уже там ну что мне нужно придержать я придерживаю это рукой вот этими пальцами открытыми и нарезаю там если не надо намазываю масло туда-сюда вот и сегодня я значит еще более буду усугублять восстановление ускорять его вот через физическую активность вот я уже как бы в первый день начал немножко так вот пальцами шевелить это руки вот так вот начал немножко шевелить да вот так кисть вращать да вот движение вот такие делать я думаю это способство кровь разгоняю немножко да но руку все равно держу выше вот или как бы никакие никакой опухоли никакой боль ничего не было сегодня я значит делаю такой восстановительный комплекс это я сам придумал у меня уже давно такая резинка есть да вот видите резинка я просто это ногами прижимаю ногами прижимаю да и так как я сейчас не могу нагружать эту руку то что если сейчас буду нагружать тут швы могут разойтись кровотечение пойдет поэтому я завожу ее вот сюда вот на предплечье вот видите да и вот делаю такое упражнение вот то есть вот я сейчас как бы это напрягаю плечевые мышцы в основном немножко спина тут и все потом если его так руки сделаю здесь уже бицепс начинает работать и немножко уже другая плечевая мышца вот таким образом таким образом вот опять переворачиваем и опять мы так делаем это я сегодня первый раз сейчас делаю упражнение не знаю какие будут последствия ну я кисть не напрягаю по-любому вот ну я может подумаю еще какое упражнение сделать нет здесь все равно а нет нет можно и кистью вот так если сделать вот так и как-нибудь вот так вот и вот так вот здесь трицепс трицепс и шея тренируется да ну нагрузка слабая конечно вот видите нагрузка слабая но но все таки да то что за эти три дня я уже атрофировался конечно потому что в общем то это это рука вот так вот в подверженном состоянии было и ну естественно она ослабевает вот ну вот за счет вот таких упражнений мы можем так сказать разгонять кровь мышцы тонус поднимать и я считаю что заживление пройдет гораздо быстрее вот дальше дальше мы берем одну перчатку видите я уже даже помогаю этой рукой этими пальцами ну без нагрузки так очень аккуратно очень аккуратно потому что я чувствую швы когда я вот руку распрямляю я чувствую здесь этот шок у меня же располосовали вот середины пальца до середины ладони прямо был большой разрез и похоже до кости по крайней мере у меня было такое предположение когда мне это все делали без наркоза под местным безболиванием был вот и сейчас мы делаем следующее упражнение вот и сейчас мы делаем следующее упражнение уже с грушей вот опять же я эту руку держу выше да она для защиты а это у меня рука работает передняя рука прямые удары голову вот я могу этой рукой как бы блоки делать как непривычно хочется эту руку ударить ну нельзя нельзя нужно внимательно и ни в коем случае ей это случайно не ударить ой сейчас задел немного буду я аккуратненько так вот так вот когда подпрося руку кровь резко проливает я чувствую шов чувствую он только зажил не думаю что будет кровотечение то что я все таки не напрягаю кисть она у меня раскрыта но кровь при этом разгоняется ну вот такие упражнения думал еще гантельку взять маленькую но боюсь боюсь немного все таки только третий день еще даже не кончатся но палец шевелится чувствительность на нем есть не стопроцентная чувствительность он немножко понемевший вот но но живой живой вот но такой мой видеоотчет третий день после операции на руке и и и и Продолжение следует...